Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллах. Ассалату ассаламу аля Расулли ллах. Аля алихи ассаби хаджмаин амма ба'ад. Продолжим грамматический разбор сура Альфил слон. Мы остановились на четвертом аете. Тармихим бихиджаратим мин сиджиль. Которые бросали в них камни из обожженной глины. Тарми это фиалин мудалин. Глагол настоящее будущее времени. Морфон. Поставлен в состояние арав в изъявительное наклонение. Почему литаджар рудихи мин нанасаби воль джазм? Так как он свободен от амилу, от фактора, который ставит его в состояние насаб или джазм. У алямату рафи признак состояния рафа в этом глаголе. Альдамату лмукаддарату аля ахирихи. Скрытая огласовка дома на его конце. Мана амин злухури ха ассиқалу. Проявиться данной огласовки помещала трудность произношения этой дома над буквой я. Уафаалу ха юафааль действующее лицо это скрытое в нем в допустимой форме местомения которая выражена местомением хе, который возвращается к слову тайран, то есть птицы, которые бросили. Вальфиалама афаали глагол терми со своим фаальным местомением хе все это глагольное предложение фи махалли наспен на месте падежа наспен, так как это наатун санин, второй наат с сифотом, второе определение, второе описание слова тайран, так как наат определение должно иметь то же падежное состояние, что и определяемое им имя. Значит абабила это у нас первый наат, первое определение слова тайран, а глагольное предложение термихим это второе наат, второе определение термихим, хим альха это дамир нутта с наследное местомение, мабнима аль кастре с неизменяемым окончанием с кастре на конце, из-за предшествующей буквы я, над которой трудно произносить даму, фи махалли наспен на месте падежа насп, винительный падежа, нафуум бихи лил фаали, прямое дополнение глагола терми, Вальмимус Сакрли на сухунниza с сухунни врагнамим на конце это альямуту джамил музаккари, признак множественного числа мужского рода, харфин мабни анамовеля с сухунни, харф с неизменяемым окончанием с сухунным на конце, в хичарslотин алба это харфу джарин, предлог родительного падежа, мабни анамовеля лкасри с неизменяемым окончанием с кастры на конце, хичарслотин, из-за от стrendа птического бихи линcjonча, имя поставленное предлогом ба в состоянии жара, в родительном падеже и признак падежа-джар в этом имени, аль-касрату-захрату аля-ахри, явная касра на его конце. Валь-джару-вал-маджруру, предлог родительного падежа-ба и поставленное им состояние-джар имя-хиджаратин, мута'алликун-белфиали состоят в смысловой связке с глаголом-термин. Мин-сиджил, мин-эта харфу-джарин, предлог родительного падежа-мабниу-ал-сукуни с неизменяемым окончаемым сукуном на конце. Сиджилен-маджрурум-бимин, поставленный харфом-мин в состояние-джар. Валамут-джарь и признак состояния-джар в этом имени, аль-касрату-захрату аля-ахри, явная касра на его конце. Валь-джару-вал-маджруру, предлог-мин и поставленное им состояние-джар имя-сиджил, мута'алликун-бимахзуфин состоит в смысловой связке с удаленным амином-фактором, как некоторые здесь говорят. И махалли-джарин на месте падежа-джар. Мута'алликун-бимахзуфин состоит в смысловой связке с определением натом слова-хиджара. Дальше, фа-джа'аллихум касвим ма'куль. И превратил он их в подобие изъеданных, иссосших злаковых листьев. Аль-фа это харфатфин, союз, союзная частица, мабния аля фатхин, с неизменяемым кончайным с фатха на конце. Джа'алли-то фа-джа'алли-мадный глагол, прощадчиво времене, мабния аля фатхи, с неизменяемым кончайным с фатха на конце. Вафа'аллихи-ва-фа'аллихи действующее лицо это дамирун-мустатирун-фи-хи-джавазан, скрытое в нем в допустимой форме местамения, тагдиру-хау-хуа. Этим скрытым местамением является местамение-хуа. Валь-фа'алли-мага-фа'аллихи глагол-джа'алли со своим фа'аллим, действующим лицом, все это джумлет-фа'алли-тун, глагольное предложение. Ма-туфатун аля джумлета-эрсалли, соединено с предыдущим предложением-эрсалли. А значит, так же как и оно, ла махалла хаминал-иараби не будет иметь место в падеже. Местамение-хум мы уже чуть выше разобрали. Скажем лишь, что аль-ха это маф'ул бихи-авалль, первое прямое дополнение. Мабниу аля джуми с неизменяемым кончанием с дома на конце. Фимахалли наспи на месте падежа наспи. Валь-мимус-сакинута-сукониран-намим это алямату-джамя-эл-музаккари, признак множественного числа мужского рода. Каасфан аль-кафа это харфу-джарин, предлог родительного падежа. Мабниу аля фатхи с неизменяемым кончанием с фатха на конце. Асфан имя маджрум-бил-кафи, поставленное предлогом кафу состояние джар. Ва алямату-джар и признак состояние джар в этом имени, аль-касра таз-захирату аля ахилих, явная касра на его конце. Валь-джару-валь-маджрум-харфу-джар-кафи, поставленное им состояние джар имя, имя асф, мутаалликун состоясь мысловой связке с глаголом бил-файли-джа'ля, с глаголом-джа'ля. Фимахалли наспи на месте падежа наспи. Второе дополнение этого глагола. На этом мы завершили грамматический разбор суры Аль-Фил. Аль-Фил.